Эта рабочая неделя началась из дерзкого разбойного нападения. Трое преступников налетели на владелицу БМВ. Они избили ее и, затолкав в машину, уехали. Случайные освидетели сообщили об увиденном в милицию, благодаря чему правоохранители смогли задержать нарушителей. Подробнее о самом дерзком нападении года в сюжете наших корреспондентов. В понедельник в 20.40 в оперативно-дежурную службу советского РОВД Гомеля поступило сообщение. Неизвестные избили женщину, затолкали ее в машину и скрылись. Информацию передали в милицейский эфир. И вскоре все мобильные и пешие наряды милиции искали белую БМВ. Машина была замечена экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Законные требования об остановке водитель иномарки проигнорировал. Служебный автомобиль начал преследование. Позже иномарку обнаружили на улице Севастопольской. За рулем находилась 35-летняя владелица машины. На теле пострадавшей имелись следы от побоев. Прибывшие на место медики осмотрели ее и госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу. Пациентка поступила в отделение с легкой черепно-мозговой травмой. Проведен весь комплекс лечебных диагностических мероприятий. Общее состояние с положительной динамикой на данный момент расценивается как удовлетворительное. В ближайшее время планируется выписка на амбулаторное лечение. Перед тем, как пострадавшую увезла скорая, она сообщила приметы преступников. Оперативники и бойцы ОМОНа по горячим следам в советском районе задержали одного из нападавших. Им оказался 17-летний гомельчанин. На следующий день задержали его брата. Он купил машину и собирался уехать из города. Когда молодой человек увидел служебный автомобиль милиции, резко включил заднюю передачу и попытался скрыться, но был задержан. В ходе осмотра салона иномарки в кармане солнцезащитного козырька оперативники обнаружили деньги. В ту же ночь сотрудники милиции задержали 17-летнего парня. Во вторник был задержан его родной брат. С ним сейчас работают следователи. Младшему брату уже предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц. И к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня стало также известно, что и второму молодому человеку предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. Третьего нападавшего еще разыскивают. Его фотография широко растиражирована в СМИ, и поэтому мы просим граждан, у которых есть какая-либо информация о его местонахождении, обратиться либо в дежурную часть областного следствия, либо позвонить по телефону 102. Именно здесь и произошло похищение. Молодых людей, совершивших преступления, тут видели часто. Они приходили к знакомой, которая жила на первом этаже. Наглядно их знают многие жители дома на Быховской, 95. Их наглядно видели, как они в подъезд подели, на скамейке сидели. Но откуда кто знал, что так получилось. Когда они, говорят, поднялись у подъезда, а эти парни с подъезда выходили. Она обычно сюда подъезжает, и вот на это место. Нормальная женщина все. И кто? Нормальная женщина. На сегодня известны подробности произошедшего. Избив и затолкав хозяйку белого БМВ в машину, преступники выехали за город в сторону пункта пропуска Новая Гута. На тот момент в багажнике ее авто находилось 5000 долларов и чуть больше 400 белорусских рублей. Остальные детали похищения женщина рассказала нам сама. Было несколько ударов, ну, когда я уже лежала, валялась на асфальте перед ступеньками, мне несколько ударов наносились ногами. Кто это делал, я не могу сказать. Что было силы, вырывалась и кричала. А меня, получается, в мою же машину на заднее сиденье погружают и вдвоем садятся по бокам. Мы кричали, рот закрой, мы тебя убьем, мы тебя сбросим с моста, ты думаешь, ты просто так к тебе попал. Они несли всякую чушь, что могло бы меня только запугать. И все, что я могла бы сделать для того, чтобы достать, я думаю, деньги для них. Требовалось изначально, ну, как бы рейс заходил в 15 тысяч долларов. По Белеце ехали где-то точно, не знаю, но настолько быстро, что по трассе столько не ездят. Это было, наверное, километров 200, а может быть, больше. Не смотрелось ни на что, ни на машины впереди идущие, на светофоры, летели на красные. Ну, была вероятность того, что пострадать могут очень много людей, ну, не считая машинами, которые ехала я. И заехали в тупик, было там железное пути. Дальше ехать им уже было некуда, они меня...